Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос «Как воспитать ответственность в детях?» Конечно, этот вопрос можно написать и длинную книгу, и прочесть цикл лекций, и все равно это в жизни очень сложно применить, но, оглянувшись на Священное Писание, мы можем понять некоторый принцип. Принцип того, что ребенок в христианстве воспитывается в настоящей свободе. Свобода, которая подразумевает, что человек знает, что он выбирает. Во-первых, потому что, чтобы выбрать, это надо знать, знать хотя бы то, чем ты имеешь дело. И второе, то, что уже за свою свободу человек должен нести и ответственность, вот ту самую, которую надо воспитывать. И понимание опытным путем, пока что тренировочным, что эту ответственность нести придется. Мне бы хотелось здесь вспомнить знаменитую притчу о блудном сыне и прочесть стих, который из самого центра этой притчи. Давайте откроем 15 главу Евангелия от Луки и прочтем 17 стих. «Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Почему вот из всей притчи такой необычный стих, мне захотелось бы посмотреть в этой ситуации, потому что мы видим, что отец, а тут в этой притче отец – это сам Бог, воспитал в своем сыне, то есть в каждом из нас, из людей, да, ответственность, которая пусть она не открылась в самом начале, пусть она не открылась на фоне какого-то благополучия, но в какой-то экстренный момент сын понимает, понимает, что то, что он голодает на стороне долич, что он пасет свиньи и не может даже их еды поесть, не имеет на это права, что это, ну, следствие его собственных поступков, и что он, неся за них ответственность, тем не менее имеет возможность поменять свою судьбу, и что у его отца, даже если он придет не сыном, не наследником, а просто обычным наемным работником, который там в стесненных условиях живет, все равно у него будет все необходимое. Но для того, чтобы сын вот эту понял ответственность, ответственность, конечно, ему надо не только его постоянно с детства, ты должен, ты должен, ты должен, нет, а как раз дать свободу. Смотрим, как Бог, Отец Небесный, обращается с нами. Он дает все необходимое, наделяет всем, что у него есть, воспитывает, но, тем не менее, говорит, ты можешь с этим сам распорядиться. Распорядиться, но если ты хочешь жить и распоряжаться тем, что я тебе даю, не так, как принято у меня в доме, то ты, пожалуйста, дистанцируйся. Вот Бог так обращается с нами, и точно так же мы должны обращаться со своими детьми. Любой родитель берет и дает по максимуму своим детям, то есть в них вкладывается. Дает им и какие-то материальные возможности, там, оплату образования, и тратит свое время, и силы, там, бессонные ночи, внимание. Все вот это вкладывает сын. При этом, тоже, если сын, ребенок, что-то не хочет, то тоже, в принципе, он может, может этих правил избежать. Но только в том случае, если он берет и уже и ходит из отчего дома. Поэтому в данном случае, конечно, свобода ребенка, она во время воспитания, она ограничена тем, что вот в доме, конечно, некоторые такие правила. Вне дома ты пошел, ты делаешь, ты действуешь, как ты захочешь, но при этом уже ответственность сам ты за себя несешь. Да, вот дома ты берешь и пальцы в розетку не суешь. Если ты хочешь сунуть пальцы в розетку, в нее дома, пожалуйста, но уже пеняй на себя. Дома ты не злишь и не бьешь посуду. Если ты где-то хочешь побить посуду, бей посуду, ну, или на осколок отступишь, или хозяин этой посуды тебе какие-то проблемы создаст. То же это уже некоторая твоя ответственность. И самое главное, что когда ребенок, понимая некоторую свободу, что с горечью ему, отец же опускает плутного сына с горечью на сторону долечь, не просто говорит, а, забирай и иди, катись отсюда, не нужен ты мне. Нет, он это с горечью отпускает. Это точно так же, как уже ребенок все более возрастающий, все больше свободы получает, а ответственность за нее не чувствует. Да, охота опять его оградить, охота опять его в мягкие подушечки обить. Нет, уже не надо. Уже чем старше ребенок, тем более ему полезно брать какие-то об острые углы, набивать шишки. Если за малышом следишь, когда он там в песочнице играет, чтобы он там не кричал, ни на кого не бросался, лопаткой никого не лупил, и действительно нужно ограничивать, в том числе физически. Берешь ребенка и оттаскиваешь. То уже за школьником ты, конечно, так не следишь, ты его не будешь за ручку водить и следить, и он, что не дрался в школе. Нет, он, может, в школе подрался, и кто-то ему из его товарищей или не совсем товарищей тоже влепил в ответ, и сам уже опытным путем понимает, что надо ответственность за поступки нести. Еще более старший ребенок становится, и тоже ему кажется, что он взрослый, уже самостоятельный, но тоже, конечно, может говорить, да, ты взрослый самостоятельный, но здесь, пока ты вот под радистским кровом, правила такие. Ушел взрослый самостоятельный, где-то тоже нажил все проблемы, врагов, да, какой-то там даже урон здоровью, тоже уже Господь воспитал через это, и этого не нужно бояться. Но главное всегда вот этот итог этой притчи о воспитании, о воспитании Бога, который он дает каждому человеку, своему земному ребенку, который мы можем воспроизвести, это то, что всегда у ребенка есть надежда и опора, вот эта уверенность, что, что бы он ни сделал, дульное или хорошее, он может вернуться назад и получить эту защиту. Поэтому тоже ты говоришь ребенку, так не надо. Ребенок идет и свободно так делает, получает себе проблемы. Но когда он возвращается, надо не над ним его добивать, издеваться и говорить, так никакой ответственности не появится, так только человека можно сломать или озлобить. А чтобы он всегда знал, что мама и папа будут на стороне его, не на стороне его поступка, а осуждая его поступок и противоборствуя ему. А на стороне его, когда он понимает, что с поступком, сделанным по собственной детской еще, возможно, свободе, надо, конечно, расставаться и больше не повторять, и, может, к маме и папе прислушаться. Но все равно только любви от них всегда получить можно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok